Славянские гуляния Начнем с того, что можно посмотреть да изведать В Санкт-Петербурге открылась выставка картин Александра Угланова На выставке представлено более 60 работ Есть и новые работы, которые не выставлялись ранее Утро сварога, улица, за туманами Борея, волчий пастырь, цикл полотен берегини Святой Руси и хоромы славянских богов и многие другие Выставка продлится до 15 апреля В первое воскресенье месяца по традиции бесплатный вход для всех на выставке музея-заповедника Кижи 5 апреля музей приглашает детей и взрослых бесплатно посетить интерактивную выставку «Где живет загадка» В выставочном зале на улице Федосовой, 19 Выставка «Где живет загадка» работает уже почти два месяца И за это время стала одним из любимейших мест для проведения семейного досуга в Петрозаводске Самым маленьким нравится то, что на выставке практически все можно трогать руками Здесь можно побывать в карельской деревне, погостить в крестьянской избе, покататься на лодке и порыбачить на берегу озера Совершить прогулку по лесу Детям постарше и, безусловно, всем взрослым будет интересно самим разгадывать традиционные русские, карельские и вепские загадки Узнать природу их происхождения Все, кто придут на выставку, смогут также принять участие в мастер-классах, рассчитанных на любой возраст и умения Все материалы для изготовления сувениров, игрушек, оберегов предоставляются Продолжим артефактами земель славянских Новгородские археологи возобновили исследования на дне Волхова после четырехлетнего перерыва Подводные археологи возобновили исследования на дне реки Волхов в Великом Новгороде Сообщил Интерфаксу руководитель работ сотрудник Института археологии Айвар Степанов Как сообщалось, водолазные исследования на дне Волхова в Великом Новгороде под руководством Степанова проводились в 2005-2014 годах Перерыв в исследованиях был связан с работой новгородских водолазов на строительстве Крымского моста и других крупных объектах Раскопки на Волхове велись в том месте, где предположительно существовало грандиозное гидрологическое сооружение древних славян Великий мост Этот мост в 11-17 веках связывал Кремль и Ярославово дворище Позднее он был разрушен Документальных свидетельств о точном местонахождении этого сооружения в древности не сохранилось Основной целью водолазов было обнаружить остатки самых древних опор Великого моста И таким образом точно установить его расположение Работы на дне Волхова отличались высокой сложностью Температура воды составляла около нуля, а видимость несколько десятков сантиметров Тем не менее, в ходе раскопок водолазы обнаружили на дне реки более 4000 предметов церковной утвари и быта Украшений, монет и других раритетов 12-17 веков Находки археологов станут экспонатами уникального музея Великого моста Под этот новый музей отреставрирован особняк на берегу Волхова Этот памятник архитектуры 19 века находится в непосредственной близости с местом, где делали свои находки подводные археологи Открытие музея запланировано на лето текущего года Что искали немецкие археологи в 1943 году? Выставка артефактов в Днепре В Днепровском национальном историческом музее имени Яворницкого Проходит выставка между двумя тоталитарными монстрами 20 века На выставке можно увидеть артефакты с шифрами немецких археологов Проводивших раскопки на оккупированных территориях в 1943 году Об этом говорится в сообщении отдела археологии Днепропетровского национального исторического музея имени Яворницкого Предметы происходят из Черняховского могильника Вблизи села Новая Александровка, современная Запорожская область В течение 1941-1943 годов представители двух организаций Штаб Рейхслейтера Розенберга и Немецкое общество по изучению древней германской истории И наследие предков Анненерба проводили поиск вещественных доказательств Историческое право немцев на оккупированных территориях Руководителем всех работ был Ханс Райнерт На местах исследованиями руководили археологи Рудольф Штампфуса и Вальтер Мадриян Их основным местом дислокации был Днепропетровск За время своего пребывания они активно сотрудничали с директором Объединенного художественного исторического музея П.А. Козар Занимались Днепропетровским музеем, где даже устроили выставку археологических предметов для солдат вермахта Позже значительное количество музейных предметов было вывезено в Германию, сказано в сообщении Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях 1 апреля в Старобельской центральной районной библиотеке можно посетить цикл семинаров «Светоч» Приглашаем всех, кто хочет получить и расширить знания о славянской ведической культуре Цикл «Светоч» направлен на личностное развитие, гармонизацию взаимоотношений в семье, карьеру и самореализацию в обществе каждого, кто готов поработать над собой Славянские практики здорового образа жизни, ведическая психология, духовные знания по укреплению своего рода и самоисцеление Вы узнаете, как быть здоровым и счастливым, как стать владыкой собственной судьбы, как найти и реализовать свой жизненный потенциал Кирилл Владимирович Запорожец приглашает принять участие в его семинаре по славяно-арийской науке времени Древнерусские календари, кологот и коляды дар Сварожий круг, звездный календарь ведической Руси Кирилл Владимирович преподаватель славяно-арийской науки времени Исследователь времени как четвертого измерения Календарей древних цивилизаций Атлантиды и Гипербореи На семинаре вы узнаете Время, четвертое измерение Прошлое, настоящее, будущее Увеселительная прогулка Или разговор о том, как мы потерялись во времени Кто мы, откуда пришли И главное, зачем Астрология, наука о звездах и землях Влияние космоса на нас Эпоха волка или год петуха О чем поведали нам наши предки Как сходить за три девять земель Общие представления о пространстве и времени у славян Мир, измерения, где мы в пространстве и когда мы во времени Циклы, колесо времени Календарь и часы, инструменты измерения макро- и микровремени Виды календарей Внешние, галактические и звездные И внутренние, солнечные, лунные, солнечно-лунные Славяно-арийская наука времени Круголет числа Бога и сворожий круг Калагот и каледы дар Календарь времени трех лун и каладар Календарь как средство управления сознанием и своей жизнью Вычисление своего портрета в соответствии со своей датой рождения Лето и год, сороковник и месяц Число, чертог и зал Руна, жреческий квадрат Число жизни, обереговая цифра жизни Боги-покровители Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте В понедельник, 26 марта В сетке вещания Народного славянского радио В 2, 8, 14 и 20 часов по Москве Будет транслироваться запись программы Практики очищения от телегонии Автор-сказитель Алексей Орлов Соавтор Михаил Ять 27 марта, вторник Роли в астрологии Следование ролям и нарушения ролей Тема 2 Автор-сказитель Игорь Селенок 28 марта, среда Уроки родовой мудрости Строй семьи Автор-сказительница Марина Макарова 29 марта, четверг Путь из варяг к греки Выдуман немцами в 18 веке Автор-сказитель Дмитрий Белоусов Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов Сетки вещания Народного славянского радио Транслируются интересные передачи И ранее записанные программы На разные темы Полезные всему славянскому миру В этот раз вы услышите запись передачи Из цикла страницы родной поэзии Игорь Северянин Ведущий Виктор Маслов Аналитическая передача Василь Васильевича «Давайте поговорим» Выходит по воскресеньям В 2, 8, 14 и 20 часов По московскому времени Объявление для тех Кто хочет поделиться своей новостью Если вы считаете Что в вашем регионе произошло Происходит или будет происходить Что-то важное для славянского мира Присылайте свои сообщения В редакцию радио Вместе сделаем мир лучше Быть добру